Несмотря на некоторые трудности в переводе нашего уважаемого коллеги Кевина Кнопфа, я вынужден согласиться с некоторыми тезисами, а именно, я думаю, что было правильно отмечено, что выбор надо делать мудро, для этого нам нужно иметь некоторые инструменты выбора. Во-вторых, наверное, так красный нюти сквозит сквозь все выступление, то, что на самом деле любая система здравоохранения, даже самая богатая, не может себе позволить обеспечивать все и всем, тем более делая это нерационально. Поэтому эти два тезиса, наверное, мы принимаем, и беря на вооружение эти знания, и также некоторые выкладки по конкретным лекарственным препаратам, и, может быть, сомнения относительно их использования, переходим к следующей теме. Вот мы говорим о использовании инновационных технологий и применении инновационных технологий в мире последние несколько лет, а уже, может быть, даже десятилетий. Есть термин, он относительно новой, трансляционная медицина, который говорит нам о том, что мы пытаемся включать инновации и соединить два берега реки. И, наверное, соединяем мы их следующим способом. У нас есть фундаментальные разработки и у нас есть клиническая практика. А между ними есть целый ряд барьеров, которые нужно преодолеть в инновационной разработке, чтобы быть доступной. И в целом трансляционная медицина – такое направление междисциплинарное. Это, наверное, даже не одно направление, область знаний, область практических применений, которая позволяет вот эту пропасть между фундаментальными исследованиями и реальной практикой преодолеть. Поэтому назовем это, условно говоря, мост между фундаментальными исследованиями и реальной практикой. Насколько она хороша, перечислять, наверное, не стоит, потому что мы перечислим только то, что, на самом деле, очевидно. Это приводит к ускорению доступности лекарственных препаратов, приходит к ускорению доступности инноваций. Подходы трансляционной медицины важны, потому что объединяют экспертов, специалистов клинических, специалистов фундаментальных разработчиков, специалистов исследований на разных этапах. Соединяют подходы клинические и фундаментальные исследовательские. И, в принципе, основаны на клинических исследованиях, даже, наверное, на фундаментальных исследованиях, на новейших технологиях, поэтому приближают к нам вот эти современные технологии. Но актуально ли говорить сегодня в онкологии об этом? Безусловно, актуально. Вот мы видим целую треть, наверное, всего мирового пайплайн – это новые молекулы, которые сейчас исследуются, вне зависимости от фазы. Значит, из них очень большая часть – это первая фаза. Внутри этой первой фазы мы понимаем, что доживет до реалий… Ну, здесь опять про онкологию, да. Значит, доживет до регистрации 3,5%. То есть мы понимаем, что, с одной стороны, это реальный подход перебора множества молекул-кандидатов, вывода их на уровень первой фазы, и дальше исследование их, очевидный закономерный процесс, что их не может быть 100% доживать, но 3,5% не выглядит много. Сравнительно здесь цифры не представлены, но онкология – это показатель наименьший среди всех областей. И мы привыкли, что трансляционная медицина в онкологии реально работает, потому что инновации в онкологии приходят быстро. Они приходят… Вчера Нобелевская премия, завтра клинические исследования продолжаются, послезавтра выбор конкретных препаратов в числе нескольких уже на рынке. Но фактически мы видим, что вот этот процент успеха, он невысокий. И он невысокий не только в лекарственных препаратах, он невысокий и в медицинских изделиях, он невысокий в новых медицинских технологиях. И основными трудностями, с которыми сталкиваются в том числе медицинские изделия и медицинские девайсы клинические, используемые при современных методах лечения, это вопросы возмещения. Это не только вопросы технологических особенностей этих конкретных девайсов, это вопросы оценки технологий здравоохранения и регуляторные вопросы. И сегодня, говоря о том, как вообще построена система здравоохранения, вот на чем она основывается в текущей практике, она основывается на клинических рекомендациях, которые, как мы уже обсудили, стоят, наверное, в середине всего это, обеспечивают несколько важных процессов. Это вопросы качества, это вопросы финансирования помощи, это вопросы управления, управления и организации здравоохранения. Но считал ли кто-то, возможно ли выполнить все текущие клинические рекомендации? Мы задавались уже сегодня этим вопросом. А, наверное, вторым вопросом, а считал ли кто-то, возможно ли погружение в текущие ситуации и выполнение тех клинических рекомендаций с точки зрения инновационных методов, как экономического выполнения, так и чисто организационного? То есть все ли то, что мы можем в исследованиях прочитать и в виде тезисов сформулировать, все ли это может быть доступно и выполнено в конкретной лаборатории, в конкретной клинике? Уверен, что нет. Поэтому вот сегодня включение в реальную практику методов, которые погружаются в клинические рекомендации, оно выглядит понятным, простым путем. Эта клиническая рекомендация разбивается на отдельные тезисы, на модели пациентов. И мы это проходим, наш центр и Министерство здравоохранения из года в год, вместе с каждым из научных сообществ, которые предоставляют эти клинические рекомендации. Таким образом формируются тарифы, таким образом формируется реальная доступность медицинской помощи. Возвращаясь к тому, что же трансляционная медицина есть и где она заканчивается. Вот в приход новой технологии обычно, принято говорить, трансляционная медицина рассматривается с точки зрения от разработки до регистрации, ну до применения в практике. А у нас от регистрации до применения в практике, частичного, выборочного, ну, наверное, не такой большой промежуток времени, скорее больше и до происходит, до регистрации. И как бы традиционные точки приложения для трансляционной медицины – это ускорение, правильное планирование дизайна клинических исследований, правильные, может быть, даже этапы регистрации и ускорение этой регистрации. Сегодня у нас есть подвижки в этом плане, у нас есть, законодательство меняется в части орфанных лекарственных препаратов, это некоторое ускорение их регистрации. У нас меняется законодательство в части оценки препаратов особой значимости, то есть берется во внимание не только их потребность и не только их клинические результаты и превосходящие какие-то отсутствия, может быть, альтернатив, но и социальная значимость потребности и социальная значимость самих заболеваний. Этот процесс есть, он в рамках Евразес утвержден, и, наверное, уже несколько препаратов прошло такую процедуру, но мы пока не видим позитивных примеров, хотелось бы их увидеть, и мы упускаем здесь важные этапы трансляции технологий, которые происходят после регистрации. А вот конкретно наше предложение, что можно было бы добавить в понимание трансляционной медицины и чем ее обогатить. На этапах дорегистрации. Ранняя оценка технологий здравоохранения – это то, в чем заинтересован должен быть производитель. Сегодня, создавая, формируя гипотезу, проводя клиническое исследование первой фазы, которых много, не все из этих молекул дальше переходят во вторую фазу, правильно спрогнозировать, сделать правильный дизайн исследования третьей фазы, необходимо производителю применить целый ряд методов, во-первых, понимать конкретно популяцию, в которой дальше это будет использоваться, быть готовым к тому, что результаты исследований второй и третьей фазы, в том числе полный протокол со всеми данными, может затребовать регулятор, который хочет быть уверен в том, что технологии эффективны не в расплывчатых широких показаниях, а в конкретных показаниях, которые написаны в инструкции и предлагаются к регистрации. Это вопрос планирования клинических исследований и вопрос определения справедливой цены. То есть вот на этом этапе, на этапе дорегистрации, производитель и те, кто хочет сопутствовать внедрению инноваций, должны задуматься о том, какие дальнейшие каналы финансирования и какая справедливая цена будет актуальна для этой инзологии, для этого молекулы, для этого инновационного метода лечения. То, чего у нас сегодня нет или только зарождается, это институт консультирования. Производитель, приходя на этот рынок, вынужден доказывать свое превосходство, иначе к нему регулятор относится методом кост-сейвинг. Давайте экономить на том, что не показывает дополнительные ценности. Наверное, это правильно. И сегодня это есть в рамках комплексной оценки, что технологии, которые не показывают дополнительные ценности, они не могут претендовать на более высокую стоимость. Но вопрос выбора конкретных когорт пациентов, вопрос прохождения быстрых этапов от момента регистрации до дальнейшего применения в практике и заранее планирования источников финансирования и тех методов, где может применяться эта технология, а это могут быть и открытие новых групп высокотехнологичной медицинской помощи, и пути погружения в программы государственных гарантий, и открытие новых источников финансирования или их организации, предложения об их организации. Это могут быть научные программы, это могут быть дополнительные пострегистрационные маркетинговые и клинические исследования. Клинические исследования и маркетинговые исследования, извините. Все это должен на сегодняшний день выполнять институт консультирования, которого по большому счету сегодня нет, есть его отдельные элементы. И в этом уже должен быть заинтересован не только производитель, но и государство. Потому что государство на этом этапе способно оценить, какие технологии приходят, с какой стоимостью, с какими ключевыми точками приложения. И на этом же этапе можно проводить сканирование горизонтов. То есть мы участвовали в нескольких встречах с производителями инновационными, и единственный основной вопрос от них был, мы произведем завтра, куда мы должны это продать и кто нам обеспечит источники финансирования. И самое главное, почему они не находятся быстро. Мне кажется, государство сегодня находится в ситуации, когда априори не должно финансировать технологии, пока они не докажут свою дополнительную клиническую ценность, эффективность и так далее. То есть нет ситуации, когда приходит производитель, проведя и дойдя до этой замечательной черты, и говорит, что мы сделали технологию, теперь ее финансируете. Вот этой ситуации быть не должно. Вы сделали технологию, вы ее вывели на рынок, а теперь предоставите аргументы, почему она лучше, чем то, что уже есть сейчас. Почему она лучше, чем те методы терапии, которые химиотерапии, чем те методы терапии хирургические, которые применяются. В чем она отличается? Сделайте эту когорту пациентов и эту клиническую ситуацию достаточно четкой, явно четкой, чтобы мы могли включить ее в клинические рекомендации, чтобы мы могли применять ее, не оглядываясь на то, что мы тратим деньги не мудро, не разумно. Повторяя, наверное, слова нашего коллеги. И последний этап. Расширение применения технологий. Что это как не трансляция? Это реальная трансляция того, что было вчера зарегистрировано, сегодня оно находится с регистрированным удостоверением в одном из медицинских центров в виде конкретного медицинского девайса устройства, в виде конкретного лекарственного препарата находится на складе у производителя, но к нему нет. Но оно не находится в клинических рекомендациях, опять же, к нему нет определенного тарифа, нет определенных механизмов оплаты. Все это также является трансляцией технологий в реальную практику. И здесь уже заинтересованы все. Пациент, врач, производитель и государство. Что ОТЗ, оценка технологий здравоохранения, представляет собой сегодня? Мы на предыдущем слайде видели, что есть ранняя оценка технологий здравоохранения, есть комплексная оценка, которая сегодня урегулирована только для лекарственных препаратов. Ни для медицинских изделий этого нет. Это абсолютно волонтаристское действие, когда производители готовят какие-то экономические обоснования, они могут приниматься ко вниманию, могут не приобрести. Приниматься ко вниманию. Но это тоже очень важный вопрос. Когда мы говорим об оснащении современных онкологических центров, когда мы говорим сегодня об возможности выполнить те или иные методы высокотехнологичной медицинской помощи, все это должно оцениваться просто на шаг раньше. В момент регистрации, подкодовки документов должна планироваться цена и обоснование клиника экономические. И сегодня оценка технологий здравоохранения реально покрывает не только лекарственные препараты, а зафиксировано на бумаге и зафиксировано в законе только относительно лекарственных препаратов и включение их в перечни. Сегодня оценка технологий здравоохранения покрывает целый ряд и перечень технологий, по каждой из которых есть своя проблематика. Мы, наверное, обсудим пример, который касается молекулярно-генетических исследований и который касается применения таргетных лекарственных препаратов. Уважаемые коллеги, много раз говорили про таргеты, про конкретные мутации и повышенную эффективность тех или иных технологий в разных группах пациентов. Вот про анализу клинических рекомендаций. У нас больше сотни схем, которые привязаны к таргетным лекарственным препаратам. Это большая доля бюджета ОМС, который сегодня обеспечивает онкологических больных, ну и также бюджета регионального льготного обеспечения. Потому что онкологические больные у нас являются региональными льготниками. Внутри этих клинических рекомендаций представлены препараты, эти таргетные, которые часто привязаны к наличию мутации. В том числе, хороший вопрос, нам должны, наверное, ответить на это специалисты, что является наличием мутации. Это является необходимостью к назначению препарата или отсутствие мутации является нерассмотрением такого пациента к назначению, скажем так. Здесь действительно есть разница, здесь есть какой-то водораздел, который нам клиницисты прокомментируют. Но первичный анализ реестров счетов регионов, совместный проект нашего центра с отдельными регионами показал, что ряд лекарственных препаратов, таргетных, условием для которого по инструкции является назначение, проведение исследований МГИ для назначения, является условием, назначаются без такого исследования для пациентов. Это как раз вопрос об эффективности расходования средств и вопрос о том, как мы можем вот эти достижения, которые на бумаге у нас есть, и они опубликованы, транслировать в реальную практику. С точки зрения обеспечения, во-первых, условий проведения этих тестов, доступности муниципалитетических исследований. Здесь есть много вопросов. Вот у нас ряд исследований перечислены, которые есть в письме о формировании экономическом обосновании территориальных программ госгарантий. Но там написано, включая вот эти исследования, и нигде не написано, ограничиваясь. А еще, если проанализировать клинические рекомендации, а еще 30 мутаций представлены в клинических рекомендациях по онкогематологии. А еще с марта 2023 года прошло уже несколько месяцев, больше полугода. И там, наверное, представлено еще множество мутаций новых, которые у нас сегодня не включены в территориальные программы госгарантий, а, соответственно, те препараты, которые даже есть на рынке. Вопрос, можем ли мы их использовать. Ну, все ли из них мы можем использовать, особенно у тех, у которых в инструкции написано, что применяются конкретному пациенту с конкретной мутацией, с совершенно определенным методом, может быть. Эти методы сегодня не включены в территориальные программы государственных гарантий. У нас до сих пор нет четкого, может быть, понимания нормативов, как они погружены в нормативы. И у нас нет полного понимания о том, как происходит планирование, потому что планирование происходит на уровне регионов. Это тоже технологии, которые должны быть рассмотрены, а именно планирование, а именно перечисление конкретных методов с незакрытым списком в нормативно-правовых актах, а также, вот еще важный момент, создание актуальных и поддержание актуальных нормативных нормативов и тарифов на оказание помощи, как в стационаре, так и амбулаторе. Иначе выполнение клинических рекомендаций и лечение с помощью самых актуальных таргетных препаратов невозможно не только по экономическим причинам, оно невозможно и просто по структурным причинам. Возвращаясь на слайд назад. Какие же факторы доступности таких технологий? Мы привязываем клиническими рекомендациями. Вот на примере МГИ-тестов. Мы привязываем клиническим рекомендациям. Важно, если тест не просто рекомендован, а если клинические специалисты уверены в необходимости проведения этого исследования, возможно, это должно быть вынесено в критерии оценки качества, потому что клинические рекомендации с 2024 года становятся основным документом, по которым будет рассматриваться и действие врача, и правильность оплаты медицинской помощи, правильность оценки этого случая. Критерии оценки качества медицинской помощи в случаях, когда они могут быть систематизированы в систему «да», «нет», они должны быть тоже погружены в том числе и проведение исследований МГИ и назначение в привязке к ним таргетных препаратов. Вопросы стандарта медицинской помощи и программы государственных гарантий. Сегодня эта история развивается, то есть у нас нет четких ограничений, что что-то выкинуто, но для новых современных тестов, которых нет в аминклатуре услуг, нет возможности применять и оплачивать за счет средств ОМС. То есть полноценно мы это не погрузим в программу государственных гарантий, и это нужно понимать. Поэтому сразу следующий вопрос, касающийся трансляции новых методов в реальную практику. Нам, видимо, необходимы источники финансирования альтернативные, в том числе научные программы или постоянно действующие фонды, или расширенные ответственность государства, либо расширенные возможности для проведения скрининга. Вот в части, например, неонатального скрининга у нас было расширение, нужно посмотреть, как это, и оценить в том числе экономически, как это работает, насколько это повысило выявляемость пациентов, насколько это повысило стоимость выявления одного случая в орфанных заболеваниях. Но в части онкологии вопрос, ну он не только не остается закрытым, он просто каждый год заново открывается с приходом новых мишеней и молекул. Ну и, наверное, последнее в целом, организационные методические барьеры. При выходе на рынок новых технологий было бы неплохо вспомнить про то, про все то, о чем говорят коллеги, упоминают трансляционную медицину, это правильное планирование клинических исследований, скорость их проведения, умное планирование этих исследований, чтобы при исследовании первой и второй фазы мы уже понимали, где будет исследован препарат. Все это верно. Важно еще оценивать то, как дальше он пойдет в систему здравоохранения и сразу предусмотреть, а какие сейчас стандарты терапии, с чем мы его завтра будем сравнивать экономически, а какой у нас рука в сравнении, а если его нет, существуют ли методы проведения непрямых сравнений, симуляции клинических исследований сейчас на этом этапе для понимания справедливой цены и понимания дальнейшей клинической ситуации, куда мы сужаем статистической симуляции, например, проведение ранней экономической оценки. Вопросы применения в реальной практике. Они тоже широкие на самом деле, потому что мы говорим с вами о том, что погружая новые медицинские технологии, мы сначала их регистрируем с одними показаниями, а потом мы не меняем показания в инструкции, мы ограничиваем их применение только in-label, off-label – это отдельный вопрос применения, который очень актуален в онкологии и в том числе очень актуален в орфанных заболеваниях, в лечении детских патологий. Мы не рассматриваем здесь, идя традиционным путем, мы не рассматриваем здесь, как правило, влияние на качество жизни, а оно тоже должно быть очищено, в том числе и в экономических моделях. Значимость эффекта для пациента, врача и для системы здравоохранения. И благо сегодня у нас, я упомянул, есть процедура оценки особой значимости, когда все-таки вот эту социальную значимость, значимость для государства мы можем оценивать на ранних этапах. Вопрос, сколько у нас препаратов будет попадать под критерии особой значимости, но это уже вопрос методический. Регуляторная и реальная практика. Еще раз напомню, вопрос незарегистрированных. Незарегистрированные лекарственные препараты, незарегистрированные медизделия, тесты, реагентика – все это не позволяет быстро внедрять инновации. Для этого нужно придумывать отдельные источники финансирования, для этого нужно предлагать менять нормативную правовую базу или использовать их в части научных исследований. И ценообразование. Выводя на рынок, еще раз, наверное, повторюсь, это ответственность производителя, но это ответственность и клинических консультантов тоже, в том числе, определить ту верную клиническую ситуацию, верную клиническую популяцию пациентов, в которой эта технология будет использоваться, потому что это категорически влияет на то, сколько будет стоить в дальнейшем эта терапия и как государство будет смотреть на стоимость. То есть, когда мы видим химиотерапию и сравним ее с ней по эффектам, таргетную терапию, которая стоит несколько раз дороже, но с точки зрения дальнейшего ценового регулирования, я думаю, что абсолютно понятно скептицизм, не знаю, скептическое отношение государства к инновациям в части их погружения и гарантии в программу, ну, погружения в программу государственных гарантий. Отдельно, наверное, стоит переговорить о том, что вот в этапах консультирования, это как бы на этапы до регистрации и так далее, но на этапе, когда производитель пришел для включения этой технологии, пришел на комиссию для включения в перечень, подал свое медицинское изделие в перечень имплантированных медицинских изделий и так далее, пытается включиться в перечни, включается в методы ВМП, вот на этом этапе необходим переговорный процесс. В части лекарственных препаратов этот вопрос стоит очень остро, он фактически в каком-то виде существует в рамках переговоров на комиссии, однако это не те переговоры, которые позволяют заключить соглашение по цене, это не те переговоры, которые позволяют разобраться детально в ситуации, поэтому мы здесь в данном случае ратуем за наличие такой возможности заключения переговорного процесса и заключения соглашений о разделении рисков для тех технологий, которые сегодня пришли на рынок в качестве новых, инновационных, пытаются доказать свою инновационность, но не показали убедительных результатов. Сегодня, немножко отстраняясь от онкологии, есть фонд у нас «Круг добра», который позволяет обеспечивать пациентов детского возраста. Значит, вот в рамках этого фонда также очень острый стоит вопрос, так же, как и, я думаю, в других источниках финансирования. То новое, за что мы платим, если оно показывает минимальный дополненный эффект, минимальную дополнительную ценность, вот это новое, насколько оно, насколько результаты в реальной практике будут соответствовать тому, что мы сегодня получили в клинических исследованиях и видим перед глазами. По многим технологиям это сложно оценить, учитывая малую выборку, учитывая много методических есть вопросов к этим исследованиям. И вот соглашение о разделении рисков, инновационные модели обеспечения, а также переговорный процесс с производителем позволяют снять эти вопросы. Как минимум, урегулировать их методики, их работа с этими вопросами и достижение договоренности с производителем. Для производителя это тоже безусловный плюс, потому что это позволяет ему получить гарантированный шанс опробовать технологию в реальной практике с дальнейшим погружением в программу госкарантии, с дальнейшим реимберсментом, возмещением. Когда он не получает этого шанса, получается обратная ситуация. Производители выходят с максимально возможной высокой ценой, претендуя и всячески приукрашивая свою медицинскую технологию с тем, чтобы попасть хоть куда-нибудь. Хоть куда-нибудь, максимально быстро зарегистрироваться и попасть в реальную практику. А дальше происходит вопрос того, что в реальной практике не показали эффективность в одной подгруппе, не смогли пройти с этой ценой, перепытаемся в следующий год заново в перечень же на ВЛП и так далее. И, наверное, еще отдельный вопрос, это вопрос реферирования. Наши уважаемые коллеги из США, наверное, для себя в какой-то момент откроют референтное ценообразование, и у них ситуация тоже несколько улучшится. Потому что сегодня в США, наверное, одни из самых больших цен, самых высоких цен на лекарственные препараты, у нас с этим ситуация обстоит проще, может быть, даже правильнее. У нас есть референтное ценообразование внешне, но в части референтного ценообразования внутреннего тоже есть отдельные вопросы. Мы, когда включаем новую технологию, мы сравним ее с чем-то одним. Мы сравним ее с альтернативным лечением. В ситуациях, когда у нас приходит абсолютная инновация, где нет альтернатив, что мы должны делать? И нам кажется, что необходимо вводить в рамках этого переговорного процесса такой диалог, когда производитель приходит с одной ценой, он говорит о том, что, безусловно, технология орфанная или крайне необходимая, важная, большая социальная значимость. И здесь же он предлагает некоторую цену. И ответ государства в этом смысле должен быть не, скажем так, не одним и тем же, просто снижайте цену и все. Он должен быть обоснованным. Для этого в том числе существуют некоторые экономические методы анализа, когда в аналогичных случаях, сравнивая стоимость за качественные годы продленной жизни, сравнивая стоимость в аналогичных ситуациях в других нозологиях, мы можем определить, как бы, скажем, внутренний референс по цене. В том числе такие подходы внутреннего референса должны использоваться, внутреннего референтного ценообразования. В случаях, когда невозможно использовать никакие другие подходы. Наверное, на этом мой доклад закончен. Целый ряд вопросов, на самом деле, остается, скажем так, нерешенными. Но хочу сказать, что мы открыты к мнению профессионального сообщества, готовы работать над этими вопросами. И мы проактивно предлагаем. Часть из предложений, которые сегодня вы видели, они были направлены в том числе в рамках дополнений к НПА, к изменению нормативно-правовой базы. Часть из них были направлены в рамках изменений постановления правительства 871-го. А часть является вообще в целом вектором нашего движения, как центра экспертизы и движения, я думаю, Министерства здравоохранения. И, в общем-то, озвучивается на многих площадках. И хочу сказать, что движение есть. Вот опять же, про особую значимость. Все-таки процедура обрела свою... Ну, она обрела жизнь. Теперь осталось посмотреть, как она в реальной практике действует. Видите, для НПА тоже действует вопрос трансляции от идеи к реальной практике. Спасибо.